Даже в среднем возрасте люди редко думают о будущей пенсии. И вот когда приходит время ее оформлять, она оказывается мизерной. Сил на подработку нет и жить на 6 тысяч невыносимо. А всему виной вот такие нерадивые работодатели. Сегодня на заседании межведомственной комиссии пригласили предпринимателей курортного городка. Вы из 12-го года? 12, 13, 14, 15. И 16-й, вы говорите, еще не начали. Ну, 4, 5-й год люди у вас работают. Вы, они же работают. 10, 20 человек, которые у вас работают, неоформленные. И на них не идет отчисление. Потом они будут ходить собирать эти справки, а у них их нет. И пенсионный фонд им будет говорить, у вас нет, вы не работали. Я буду разбираться со своим бухгалтером, да, почему у нас не проводились отчисления. 4 года не платим, не оформляем людей. 4 года не оформляем людей законным образом, трудовыми договорами. И не выплачиваем ни налог на физических лиц, ни налог на пенсионный сбор. Такие же претензии у администрации к столовой Поляна, кафе Бестро, Орли, гостиницам Прима, Хоста. Руководители не оформляют официально своих сотрудников, ограничиваясь зарплатой в конвертах. Не делают отчисления в налоговые органы и в пенсионный фонд. И такая ситуация длится давно. Как показывает статистика, 75 тысяч сочинцев работают нелегально, обрекая себя на нищенскую старость. Разговор мэра с работодателем получился жестким, но справедливым. Каленым железом будем вот это из вашей ментальности убирать. Потому что нет совести, страх потеряли. Страх перед Богом потеряли. А это страшнее всего. Пенсионерка Нина Папазян помогает кафе «Фрегат», где тоже проблемы с отчислениями, в бухгалтерских делах. Вынуждена так подрабатывать, потому что пенсия маленькая. А маленькая как раз из-за бывших неответственных работодателей. Я сама отработала 15 лет на предприятии общественного питания на сезонном, где я начисляла заработную плату только, допустим, с мая по сентябрь месяц. Естественно, это 90-е годы, ну и 2000-е, это самая зарплата, конечно, была маленькая. 8-7 тысяч. И представьте, что получилось у меня из 15 лет, я отработала 7, грубо говоря. И с минимальной зарплатой. И теперь я получаю пенсию 7 тысяч. В результате того, что частные предприятия обошли закон и вовремя нетрудоустроили официально своих работников, в Сочи 41 тысяча пенсионеров, которые получают пенсии ниже 10 тысяч рублей. Муниципалитет создает ряд мер социальной поддержки. Например, такие пенсионеры освобождаются от уплаты земельного налога. На протяжении 9 лет дополнительную социальную помощь из городского бюджета получают 13 тысяч пожилых сочинцев. В этом году по просьбе главы города депутаты приняли решение об оказании дополнительной единовременной социальной помощи. Это 840 рублей пенсионерам, чьи пенсии меньше 10 тысяч. Потратить эти деньги они могут по своему усмотрению. Тем не менее, социальная поддержка не должна быть единственным источником помощи. И в первую очередь, самим людям необходимо заранее думать о своей старости. И не должны пенсионеры все время жить с протянутой рукой. Чтобы переломить ситуацию в курортном городе с неформальной занятостью, будет действовать жесткий контроль и система штрафов. За одного официально нетрудоустроенного человека придется заплатить 120 тысяч рублей. Продолжение следует...